В студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» В субъектах Российской Федерации продолжается обсуждение нового федерального законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, который в первом чтении был принят 25 января Государственной Думой. В субъектах Российской Федерации продолжается обсуждение нового федерального законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, который в первом чтении был принят 25 января Государственной Думой. Заместитель губернатора Ненинского округа Андрей Блащинский и спикер регионального парламента Александр Лутовинов перед принятием закона во втором чтении провели консультации с главами муниципальных образований в режиме видеоконференц-связи. Законопроектом предусматривается переход на одноуровневую модель местного самоуправления, установление определенного перечня полномочий муниципалитетов. По словам одного из инициаторов проекта депутата Павла Крашененникова, это будет способствовать устранению путаницы при перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. В настоящий момент более полутора тысяч местных полномочий закреплено в разных федеральных законах. Законопроект же прописывает конкретные полномочия органов местного самоуправления, централизует их в одном законе. Таким образом граждане смогут понять, в каком случае нужно обращаться в муниципалитет за решением вопроса, а в каком случае в регион. Перед принятием в первом чтении законопроект уже обсуждали на местах, в том числе в Ненецком округе с участием органов государственной власти, местного самоуправления и общественности. Затем состоялись слушания на федеральном уровне с участием представителей всех субъектов Российской Федерации. Эти публичные слушания были очень представительными, в них принимали участие все регионы нашей страны. Там были эксперты, разработчики данного законопроекта, ученые. То есть очень было такое квалифицированное обсуждение и вопросов, которые были обсуждены или предложены в проект закона, их было достаточно много. В рамках ВКС главами муниципалитетов спикер регионального парламента также напомнил о проведенной совместно с администрацией округа работе в регионе. Состоялось несколько встреч, в том числе с приглашением представителей городского округа и Заполярного района. Председатели ассоциации муниципальных образований, представители фракции в окружном собрании, запрошены мнения глав. Итогами этой работы стали отзывы к законопроекту, которые направлены в Государственную Думу. Один из них касается схода граждан в поселениях. В законопроекте установлено, что сход правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта. Так вот, эта норма для нас, она является затруднительной. Так, допустим, в деревне Куя зарегистрировано свыше стачевой, как проживает фактически 29. И это не единичный случай. Александр Лутовинов предложил представить возможность самому муниципальному образованию, учитывая специфику своей территории, определять правомощность схода граждан в уставе. Этот вопрос очень актуален для наших поселений в связи с ограниченной транспортной доступностью, отдаленностью от административного центра. Люди, зарегистрированные в селах, по разным причинам проживают по факту в более крупном населенном пункте. Самым обсуждаемым вопросом является количество будущих муниципальных округов и их нарезка на территориях субъектов. И вот мы хотим обратить внимание, что сейчас возникают такого рода вопросы, когда говорят, а сколько будет муниципальных образований, а как будет осуществляться нарезка этих муниципальных образований. Я хочу сказать о том, что здесь определено право субъектом решать эти вопросы. Поэтому эти вопросы, они относятся непосредственно к нам. Я полагаю, это предмет дальнейшего разговора, дальнейшего обсуждения, самого большого, самого серьезного. Депутат Александр Чурсанов обратил внимание глав муниципальных образований на то, что многие субъекты Российской Федерации уже идут по пути укрепления муниципальных образований, начиная с 2017 года, как только такая возможность появилась в федеральном законодательстве. Глав, в свою очередь, интересовали вопросы организации деятельности муниципалитетов после истечения срока полномочий глав и представительных органов, в целом организации работы в переходный период, а также перераспределения полномочий. В заключении встречи Александр Лутовинов подчеркнул, что очень важно сделать переход к новой модели организации местного самоуправления максимально безболезненным для поселения, а новая модель самоуправления должна быть эффективной. Мы не просто здесь устраиваем вот это реформирование, оно должно определять главную задачу. Или мы должны видеть эту главную задачу. Самая главная система управления должна быть максимально эффективной. И вот к этому мы должны стремиться, из этого главного мы должны исходить. И поэтому, как будет, кто будет, для этого определенный переходный период. Я полагаю, нам этого времени хватит для того, чтобы полноценно этой работой заняться и провести ее именно в том ключе, о котором сейчас я сказал. Предложения региона будут направлены в Государственную Думу. Во втором чтении законопроект будет рассмотрен в конце февраля. Территорию для реализации в нашем регионе федеральные программы «Арктический гектар» увеличат. В собрании депутатов Ненинского округа состоялось заседание постоянной комиссии по делам Ненинского и других малочисленных народов севера, экологии и природопользования. На первом в новом году заседании депутаты обсудили повестку работы комиссии в первом полугодии 2022 года. По-прежнему особое внимание члены комиссии будут уделять вопросам, связанным с коренными малочисленными народами севера, оленеводством и рыбодобычей, экологией. Также на комиссии обсудили вопросы, связанные с изменением программы «Арктический гектар» на территории Ненинского. По предложению Приморско-Куйского сельского совета эта территория расширена и дополнительно вносится земельный участок под эту программу в районе деревни Куя. Напомню, с 1 августа 2021 года в округе заработала федеральная программа «Арктический гектар». По упрощенной процедуре жители округа могут получить земельный участок площадью до 1 гектара. При этом граждане вправе выбирать земельный участок только на специально выделенных для этого территориях, определенных региональными законами. Участки передаются в безвозмездное использование сроком на 5 лет. По истечении этого срока его можно оформить в собственность или заключить договор аренды. Граждане сами могут определить вид использования. Это может быть строительство дома, ведение сельского хозяйства или любой другой законный вид деятельности. Первоначально общая площадь выделенных на территории Приморско-Куйского сельсовета земель составила 1293 гектара. Рассмотренное заседание комиссии законопроект предусматривает дополнительные территории общей площадью 12 гектар, которые также находятся в собственности Приморско-Куйского сельсовета для предоставления гражданам участков в рамках программы «Арктический гектар». Также был рассмотрен вопрос о реализации программы поддержки коренных и младчественных народов Севера на территории Нинско-Автономного округа. Здесь депутаты были единогласны. Все считают, что эту программу нужно пересмотреть, сделать ее более широкой, для того, чтобы она включила в себя все вопросы, связанные с коренными и младчественными народами Севера, в том числе и с поддержкой и развитием оленеводства на территории нашего округа. Так как сегодня это основная отрасль, которая становится не просто сельхозхозяйственной отраслью, а является основой для сохранения языка, культуры, традиций наших народов. В начале этого года были внесены изменения в порядок предоставления субсидий из окружного бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию сельхозхозяйственной продукции. В первую очередь новый порядок касается продукции оленеводческой отрасли в регионе. В этом году сократились объемы закупок мяса оленеводческой хозяйственной переработке, и в связи с этим возникла проблема, так как вся остальная продукция, которую они реализовали самостоятельно, не подпадала под окружное субсидирование. Депутатами были внесены предложения, которые поддержал губернатор, и было принято решение ввести новую субсидию, которая предусматривает выплату 150 рублей за килограмм продукции, реализованной олениной, которая будет продаваться не на переработку, а другим потребителям, в том числе и в розничную продажу жителям Нининского автономного округа. В результате оленеводческие хозяйства уже приняли решение, и во многих хозяйствах снизились цены. Так вот в Харпе сейчас продают оленину, распиленную 250 рублей за килограмм в тушах, а целиком в тушах 230 рублей за килограмм. То есть этим решением мы не только поддержали оленеводов, но и сделали оленину для жителей нашего округа более доступной. И очень надеемся, что многие вернутся к ее потреблению, что оленину будем кушать больше, это хорошее, диетическое, нужное мясо. Проекты окружных законов о гаражной амнистии и о пожарной безопасности депутаты рассмотрели на первой в этом году профильной парламентской комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению. В первом чтении закон Нининского округа о пожарной безопасности был принят на сессии окружного собрания еще в декабре 2021 года. В настоящее время разработчик законопроекта устраняет замещание прокуратуры. Перед вторым чтением на сессии проект будет рассмотрен на комитете собрания депутатов Нининского округа. Кроме того, на заседании комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению был рассмотрен ряд других вопросов, затрагивающих непосредственно интересы населения. Мы рассмотрели проект окружного закона о так называемой гаражной амнистии, которая действует на территории Российской Федерации до 1 января 1926 года. Это федеральное законодательство. Соответственно, в окружном законодательстве мы уточняем те документы, которые могут собственники, точнее владельцы гаражей могут представлять в профильное управление для того, чтобы их право было не учтено, а установлено. Необходимо отметить, что по данной программе, так скажем, этой амнистии в округе уже поступило 41, по-моему, заявление от физических лиц, и 30 из них было удовлетворено. Работа продолжается, соответственно, граждане могут обращаться по этому вопросу в управление земельных и имущественных отношений. В постоянно действующей профильной комиссии разработан план работы на 2022 год. В прошлом году, в 2021 году, все наши законодательные инициативы, которые мы рассматривали, те законы, которые были внесены субъектами законодательной инициативы, были приняты, были рассмотрены постановления, которые также были на сессии удовлетворены. Ну и иные вопросы, мероприятия, рабочие группы, которые проводились, то есть план выполнен на 95%. То, что мы не выполнили, он находится в работе. Это тот же вопрос по реализации бензина населению по более низким ценам. Вопрос находится на рассмотрении правительства Российской Федерации. Мы ожидаем ответ в ближайшее время. Кстати, 10 февраля вопрос будет рассматриваться в Совете Федерации. И возможно, что мы выступим с докладом по видеоконференц-связи. Организацию работы по самоопределению и профориентации школьников в Ненецком округе обсудили в окружном парламенте. Информацию о системе работы по данным направлениям депутаты заслушали на заседании комиссии по вопросам образования, культуры и спорта под председательством Андрея Смаченкова. Как рассказал руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Антон Пустовалов, в рамках работы по самоопределению и профессиональной ориентации школьников в округе проводятся дни открытых дверей в профучреждениях, демонстрационные мастер-классы, профессиональные пробы, экскурсии на предприятия и организации. Кроме того, в школах города, поселка Искателей и селе Ома реализуются программы профессионального обучения по химико-биологическому, социально-гуманитарному, социально-экономическому, филологическому, технологическому и информационно-технологическому направлениям. По ним обучаются 408 старшеклассников. Для выпускников 9-х классов из сел округа, выбравших профессиональный класс обучения на старшей ступени общего образования в городе, предоставляется возможность проживания в интернате школы имени Пырерки. В рамках предпрофильной подготовки школьники участвуют в проектах «Школа лесничества. Основы рыболовства». Старшеклассники принимают участие в проекте «Билет в будущее», по итогам которого они получают рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными будущими профессиональными областями. Проект включает в себя также тестирование, онлайн-диагностику и систему практических мероприятий, которые проводятся на площадках Ненецкого аграрно-экономического техникума, Наринмарского социально-гуманитарного колледжа и Ненецкого профессионального училища по пяти компетенциям. WorldSkills.Russia. Поварское дело, лабораторный химический анализ, дошкольное воспитание, сантехника и отопление, электромонтаж. Школьники участвуют в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» и «Обилимпикс». Проводятся встречи с представителями вузов. Формы временной занятости и дополнительного образования развиваются также в рамках следующих мероприятий. Конкурс волонтерских проектов, конкурс «Доброволец года», акции, образовательные мероприятия для волонтеров, деятельность кадетских классов. Кадетские классы сформированы в двух городских школах – номер 2 и номер 4. Кадеты осваивают программу дополнительного образования вне уроков по строевой подготовке, первой медицинской помощи, этикету, хореографии, хору, правилам дорожной безопасности, истории родного края, истории военного дела, литературному краеведению. Депутаты приняли информацию к сведению. В собрании депутатов на заседании Комиссии по экономической политике и бюджету под председательством Натальи Кордаковой подвели итоги работы за 2021 год. Наметили план на текущий год и обсудили ряд нормативно-правовых документов. На заседании Комиссии парламентарии рассмотрели законопроект об утверждении дополнительного соглашения к договору между органами госвласти Архангельской области и Ненинского округа, который был заключен 5 июня 2014 года. Суть и условия договора остаются прежними. Вносится лишь техническая оправка в связи с принятыми изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в результате которых произошел пересчет абзацев. Представленным проектом дополнительного соглашения предлагается внести изменения в целях согласования его с указанными изменениями федерального законодательства. На первом заседании Комиссии в новом году, как правило, подводят итоги работы в прошлом. За отчетный период проведено 26 заседаний Комиссии. Рассмотрено 65 вопросов, в том числе 30 законопроектов и 26 тематических вопросов. У нас тематические непосредственно Комиссии. Это по рассмотрению, по предоставлению услуг коммунальных, это предоставление услуг по транспорту, а также и тарифы. Следует отметить, что на самом деле даже жители говорили о том, что необходимо непосредственно проведение таких комиссий, потому что у нас всегда идет и в контакте освещение, и в средствах массовой информации, особенно когда говорили по качеству воды, каким образом можно делать возмещение затрат, если у нас получают люди некачественную услугу. Также депутаты в ходе комиссии приняли примерный план работы на 2022 год. Есть предложения непосредственно руководителей, а у нас и депутатами являются руководители учреждений, предприятий. Есть предложения руководителя авиапредприятия, чтобы рассмотреть стратегию развития данной организации, потому что это социально значимое все-таки предприятие, оказывающее услугу всему населению округа, и никак без нашего аэропорта мы не проживем. Поэтому это предложение тоже принимается. Будем рассматривать также и предоставление, и строительство жилья. Много вопросов возникает как в городе, так и по сельским населенным пунктам. В прошлом году очень хорошо было отработано совместе с администрацией и собранием. И были дополнительные средства, чтобы 152 миллиона было предоставлено на выкуп аварийного жилья, на программу 30 на 70, которая у нас идет в сельских населенных пунктах. Если в очереди было 25 человек по программе 30 на 70, 18 человек получили 70% возмещения. Будет продолжена работа по тарифам на авиаперевозки по местным и межрегиональным направлениям. Очень дорогие билеты у нас по западному направлению в Архангельск. И при рассмотрении тарифов на этот год было принято место администрации, губернаторам, собранием депутатов решение о том, чтобы не применять индексацию для жителей, которые летают с сельских населенных пунктов в Архангельск, и в том числе по восточному направлению в город Наринмар. Дальше мы будем прорабатывать непосредственно для жителей Запада, которые прилетают в город Наринмар. То есть предстоит большая работа. Не для того, чтобы эти цифры были в бюджете, то необходимо на самом деле конкретно по каждому мероприятию рассматривать эти вопросы, ну и принимать правильное решение. В региональном парламенте идет подготовка к первой в этом году сессии собраний депутатов Ненинского округа, которое состоится в феврале. В настоящее время в региональном парламенте проходит заседание профильных комиссий, на которых обсуждаются вопросы предстоящей 42-й сессии собраний депутатов округа. Первая сессия в этом году запланирована на 10 февраля. На ней депутаты заслушают отчеты о деятельности за 2021 год, управление МВД по НАУ и счетной палаты округа. Председатель окружного собрания депутатов Александр Ильич Лутовинов предстоит информацию о деятельности законодательного органа за 2021 год. Также на сессии будут рассмотрены кандидатуры на согласование на должности заместителей губернатора округа и уполномоченного по правам человека в НАУ. Традиционно для жителей округа будет организована прямая трансляция сессии на официальном сайте собраний депутатов к эфире телеканала «Север». Окружные депутаты приняли участие в заседании круглого стола совершенствования законодательного, организационного и финансового обеспечения оказания онкологической помощи в Российской Федерации. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи. В ходе круглого стола подвели итоги реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2021 году. Участниками встречи стали председатель постоянной комиссии по социальной политике Анна Булатова, депутаты Николай Миловский и Татьяна Федорова. Заседание организовал Комитет Государственной Думы по охране здоровья. На встрече были представлены региональные модели оказания онкологической помощи на примере Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Республики Татарстан. Участники круглого стола отметили необходимость создания опорных межрегиональных онкологических центров и единой действенной системы маршрутизации и лечения пациентов. Были подняты вопросы лекарственного обеспечения, сроки их доставки. Предложено выявить наиболее эффективные региональные модели работы. На встрече предложили рассмотреть вопрос по усилению работы по ранней диагностике онкологических заболеваний. Особое внимание уделено детской онкологии. Вопросы организации и обеспечения ранней диагностики детей, лечения, наблюдения и реабилитации пациентов требуют особого внимания и проработки. Ранняя диагностика должна осуществляться через эффективные инструменты онкотелемедицины. «Нам в регионе не хватает высококвалифицированных специалистов и высокотехнологического оборудования», отметила депутат Анна Булатова. Она добавила, что на одном из ближайших заседаний профильной комиссии будет рассмотрена реализация государственной программы оказания помощи онкобольным. 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа. Согласно указу президента России о днях воинской славы, в этот день отмечается день снятия блокады Ленинграда. К этой дате приурочена патриотическая акция «Блокадный хлеб». Ее инициатором в регионе еще до принятия президентского указа выступил Окружной союз потребительских обществ, руководила которым в то время депутат собрания Ненецкого округа Наталья Кордакова. Я хочу сказать, что в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне руководители потребительских обществ собирались и думали, каким образом можно внести лепту от кооперации. Поэтому было предложение провести акцию «Блокадный хлеб». Этот блокадный хлеб выпекали к 9 мая и раздавали пока в сельских населенных пунктах, практически во всех центральных усадьбах. Затем в 2020 году эта акция стала уже всероссийской, когда Владимир Владимирович Путин объявил о том, что она будет проводиться 27 января. Сейчас она до этого мы проводили 9 мая. Но хочу сказать, что технологию мы попросили технолога с Архангельска, который нашел технологию 41 года и хлеб выпекали именно вот такой. В этом году 27 января было испечено 100 буханок. Сегодняшняя технология сильно отличается от рецептуры 125-граммового блокадного хлеба. Но сегодня у нас хлеб был из пищевых продуктов. То есть у нас получается обдирная мука, ржаная мука, масло растительное добавлено, солод и соль. По мнению инициатора акции «Блокадный хлеб», в нашем регионе это мероприятие имеет глубокий патриотический смысл. Данная акция, конечно же, направлена на сохранение исторической памяти. На самом деле подрастающее поколение должно об этом знать и помнить, что война – это беда, которую не должны допустить взрослые. Предыдущая неделя была отмечена еще одним событием. 25 января учащиеся профессиональных образовательных учреждений отметили День российского студенчества. В мероприятиях по случаю праздника принял участие вице-спикер окружного собрания, депутат Ненинского округа Максим Арбузов, курирующий деятельность Общественной молодежной палаты при окружном парламенте и сами члены объединения. Испокон веков студенты в этот день праздновали, праздновали свою молодость, свою учебу, свои знания, свою дружбу. Ну и мы не должны отставать от этих традиций. Наш округ тоже присоединяется к Российскому дню студенчества. И вот организованы массовые катания, так называемый студ-день, студенческий день, бесплатные катания, где ребята встречаются и девушки не в обстановке учебной, а в неформальной. На катке в этот день собрались представители всех средних образовательных учреждений региона. У них была возможность познакомиться между собой поближе и весело провести время. С праздником, с Днем Российского студенчества! Учитесь хорошо, не болейте! И помните, что ваша юность, молодость, это не только учеба, но еще и много-много добрых дел. И, пользуясь этой возможностью сегодня, хочу поблагодарить отдельных ребят и девушек, кто помогает в волонтерской деятельности, активно в этом участвует. Максим Арбузов вручил благодарности волонтерам Всероссийской акции «Взаимопомощи» «Хэштег мы вместе». Награды получили Эльвира Мамедова, Алена Геткова, Ульяна Корякина, Виктория Никонова, Маргарита Высоких и Полина Безверхова. Награждали их за такое очень классное мероприятие, когда у нас волонтеры дарили праздничное настроение, в больнице украшали елки, дарили подарки врачам, ну и вообще поддерживали наших врачей в такое вот нелегкое время. Ну и пациентам больницы поднимали праздничное настроение украшенными елками и вообще вестибюлями. Напомню, в Ненинском округе студенты получают профессиональное образование в Ненинском аграрно-экономическом техникуме, на Ринмарском социально-гуманитарном колледже и Ненинском профессиональном училище. В настоящее время в регионе 1137 студентов, из них очно обучаются 1071 человек, заочных 66. Многие из студентов активно проявляют себя в общественной жизни и волонтерской деятельности. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok